Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео будет просто масса полезной информации, поэтому обязательно не проматывайте, посмотрите его от начала до конца. Даже не знаю, с чего начать это видео, с того, почему я относила целых 6 или даже 7 недель свои ногти, почему у меня такая огромная трещина в мясо, почему у меня огромная рана на указательном пальце. В общем, буду рассказывать вам все по порядку. Мои ногти это всегда тестирование материалов. Эти материалы, которые мы делали предыдущий дизайн, полностью прошли, но я испытывала на среднем пальце аппарат, оставила его голеньким в надежде, что буду делать скоро себе новые ноготочки. Подошел ко мне ребенок, попросил сделать копилку и канцелярский нож я воткнула себе в указательный палец. Я думаю, что вы видите, какая огромная глубокая рана там образовалась. Сегодня будем ее с вами реставрировать, делать так, чтобы не было заметно, что там такая ужасная дыра у меня в пальце. В общем-то, я не могла сделать себе маникюр, пока она не зажила хотя бы до того, как она выглядит сейчас. Здесь на среднем у меня огромная трещина, которая начинается от одного краешка, от одной боковой параллели, идет через весь ноготь до другой боковой параллели. На ней я снимаю материал, а в зоне, где у меня идет эта трещина, я удаляю вообще полностью материал. Боль, честно скажу, просто непередаваемая. Это она еще немножечко отросла у меня. Для начала мы подготавливаем ногти к реставрации. Сегодня буду вам показывать супер способ, как заделать вот такую вот трещину, которая ужасно болит. И даже видно, да, что ноготок покраснел. Ну а остальные ногти я опиливаю по форме, делаю себе что-то между овалом и миндалем. То есть та форма, которая удобна мне именно в носке. И еще посмотрите, будем сегодня обязательно поднимать мой клюющий ноготь. Он, кстати, после отрастания всегда вот так выглядит. И еще у меня из-за раны образовалось даже небольшой, как будто бы анихолизис. В общем, не знаю, ноготь немножко деформировался. Средний пальчик заслуживает отдельного внимания. Показала вам его в макролинзу. Надеюсь, что среди моих зрителей нет особо впечатлительных. Я беру кислотный праймер, так как у меня здесь очень много слоев содрано было, когда образовалась эта трещина, они просто откололись. Каучуковую базу от торговой марки Космопрофи я наношу практически до кутикулы. Не доношу до кутикулы, потому что я еще не сделала маникюр. И, соответственно, там может быть не зачищен птеригий, а так как у нас сцепки не будет, поэтому отслойки нам не нужны. И мы до кутикулы не доходим, а боковые стороны и центр мы с вами зашлифовали пилочкой. Аккуратненько промазываем дальше, берем самый обычный ватный диск и начинаем его потрошить и закладывать в нашу трещину. Сразу скажу, что на какое-то время я попыталась заделать акригелем просто сверху, но акригель это не такой твердый материал, который будет держать трещину. Плюс у него нет вот этой вот армирующей сетки, которую, кстати, сегодня будет создавать наша вата. И еще скажу такой момент. Не бойтесь перед клиентами использовать вот такие вот подручные средства, потому что иногда бывают они даже лучше, чем какие-то специализированные. Лайфхак с ватой реально работает. Я хожу с этим маникюром уже больше недели, ноготь меня не беспокоит, ушла вот эта болезненная чувствительность. И так как я мама двух детишек, я хотя бы могу делать спокойные дела по дому. Заложили ватку, просушили, покрыли еще тоненьким слоем базы, еще раз просушили и опиливаем. Так как мы будем выкладывать гель без поверхностного опила, поэтому нам нужна ровная поверхность. Увидела, что у меня есть небольшая канавка, поэтому решила добавить еще немножко акригель для того, чтобы сравнять ноготок и чуть-чуть его приподнять. Все-таки тоже он у меня клюет. Вообще в процессе работы я, конечно же, смотрю на ногти. И главное, чтобы каждый из них был правильной и красивой архитектурой. Тем более мы сегодня будем с вами делать очень красивые ногти. И продолжим с вами тему корейского дизайна. Знаю, что такие дизайны не всем нравятся, но я думаю, что они найдут свою аудиторию. Здесь я делаю поднятие шарика кригеля, выкладываю на то местечко, откуда начинает ноготь клевать. И распределяю его параллельно центральной оси пальчика, если смотреть сбоку. То есть, чтобы он у нас не клевал. Ну а дело дальше останется за малым, просто правильно опилить. Как бы вы хорошо не положили материал, самое главное это опил. Обязательно пилку заводим под низ, потому что сверху мы будем только выравнивать ноготок, избавлять его от всяких горбылей. А вот снизу у нас должно образоваться вот такое красивое провисание. Это и есть правильная архитектура, которая будет носибельна даже при тонком слое геля. Самое главное, апекс в нужном месте выстроить. Посмотрите, завожу пилочку под ноготь, завожу ее под два угла, под углом 45 градусов относительно уголков. И сначала выпиливаю так ноготь, чтобы у меня образовалось скругление. То есть, отмечаю, где у меня будет торец. И дальше просто убираю провисание. Вот такие вот ноготочки у меня получились, которые я отремонтировала. И приступим уже к маникюру. Сначала отодвигаем кутикулу. Конечно, кутикула у меня не так сильно разрастается, как у многих моих клиентов. И кажется, что срезать тут особо нечего. Но вы-то знаете, что настоящий мастер всегда найдет, что срезать. И при правильной проработке пламенем всегда кутикула выворачивается. И даже неглубокий маникюр всегда можно найти, что срезать. Но суть сегодня не в этом. Мне нужно очень хорошо обработать боковые валики. Плюс я в разных направлениях зачищаю как раз-таки вот этот мой глубокий порез. Я очень сильно боялась, что у меня сильно деформируется ноготь. Но он деформируется только совсем чуть-чуть. В следующем видео, когда маникюр отрастет, я вам покажу уже более подробно это место. Думаю, что всем будет полезно. Вообще, хотела с вами посоветоваться. Так как мы мастера и наши руки это наш рабочий инструмент. Есть ли у вас какие-то страхи по поводу того, что вы можете поранить руку или сломать руку. Никак почему-то не могу от этого отделаться. И понимаю, что руки это, наверное, самое дорогое, что есть в моем теле. Надеюсь, что вы меня поддержите. Есть ли у вас такие переживания, давайте поделимся в комментариях. Ну а я обрабатываю на форварде, на реверсе, тоненькой фрезой, с синей насечкой диаметром 18. И делаю срез ножничками маленькими от Silver Star. Они, кстати, отлично подлезают под кутикулу. Из-за этого у меня получается хорошо сделать срез единой колбаской. Когда вы делаете срез одной колбаской, вы практически полностью исключаете появление заусенцев. Ну а потом мы шлифуем и полируем полировщиком. Многие, кстати, спрашивают, полирую я наоборот где-то 5000. Можно полировать по антисептику, можно полировать по маслу. В общем-то, есть очень много способов, как сделать кутикулу. Прямо очень красиво, и чтобы ваши фотографии были всегда так, как будто вы фотошопили их. И обязательно выпиливаю немножко ноготок изнутри. Наношу мицеллярный спрей. Посмотрите, какая красота. Чистенько, все аккуратненько. Кстати, очень часто в работе начала применять макролинзу. Надеюсь, что вы заметили, и это нововведение в моем канале вам нравится. Снимаю по-прежнему в фото-боксе. Свет, конечно, шикарный. Я очень довольна. Фото-бокс заказывала на Али. И наношу базу. Базу наношу от Космопрофи, распределяю, просушиваю. И сегодня у нас в работе будет новый гель. Если честно, цвет очень интересный. Он как бы молочный, но как бы розовый. Но не такой розовый, знаете, поросячий, как некоторые мои клиенты называют. А очень нежный, очень воздушный. Как зефирная облачка. Напоминаю вам, что у всех моих подписчиков по промокоду ТанюшиСи есть скидка целых 20% на всю продукцию Космопрофи. Поэтому обязательно воспользуйтесь. Я думаю, что вы все будете довольны. И снимаем липкий слой с геля. После того, как мы сделали выравнивание, работая без опила, наносим новый топ. Это просто невероятная новинка. У меня много блестящих топов в коллекции. Но этот, наверное, один из самых-самых любимых. Топ-сильвер с маленькими серебристыми блестками, которые отливают немного синим. И ногти смотрятся шикарно. Его можно наносить как на светлый цвет, так и на темный. Он без липкости. Очень экономит время. Посмотрите, ногти как будто бы, в принципе, уже готовы к работе. Но, опять-таки, скажу, что продолжим тему корейских дизайнов. Очень мне почему-то это интересно сейчас. Напишите, как вам такая идея. Объемные дизайны. Они всегда смотрятся интересно, привлекают взгляд. Почему-то все хотят их потрогать. Я смешала хлопья-юки в баночке с базой от Космопрофи. И распределила их в форме таких каких-то непонятных фигур. Дальше беру прозрачный гель. Наношу сначала промазывающий слой. Потом беру капельку и добавляю объемы. Все это перекрываю обычным топом без липкости. И осталось нам только выполнить обводку. Почему мы делаем обводку? Просто потому, что у нас ногти блестящие. Плюс еще сами дизайн блестящий. Нам нужно просто как-то выделить его обводку. Делаю обязательно смотря сверху. То есть делаю по контуру именно при верхнем обзоре. Ну и вот такая вот красота у меня получилась. Если честно, у нас уже выпал снег. И этот дизайн пришелся как никогда. Кстати, он сверкает просто невероятно. Топ классный. Гель мне очень понравился. Напишите, пожалуйста, как вам новый топ. Как вам такая новинка от Космопрофи. Ну и все полезные ссылочки я, как всегда, оставлю в описании под видео. С вами была Татьяна Сидоренко. Не забывайте подписываться на мой канал. Нажимать колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok